Вот, горит у нас. Вот матери взяли оттуда, она туда убежала. Огненная стихия охватила сначала поселок Свеженькое, Зубово-Полянского района. Это в 250 километрах от столицы Мордовии. Загорелся один, потом пять домов, в итоге сгорело 23. У нас вот человек здесь сгорел, где он никто не знает. Пошел за штанами и рухнул дом. Не помог здесь даже пожарный поезд. Огнеборцы Рязани и Мордовии делают все возможное. Но сильный ветер только усугубляет ситуацию. Все началось с леса, а потом пошло, и ветер в эту сторону, и все пошло, дома пошли. Там еще вот подлястово, где душа загорается. В диспетчерской областного МЧС разрываются телефоны. Люди просят о помощи и сообщают о новых очагах о сгорании. По последней информации, в зоне чрезвычайной ситуации оказались три крупных населенных пункта. Пока едет техника, кто-то пытается сам справиться с огнем, а кто-то в отчаянии уносит хоть какие-нибудь вещи. По предварительным данным, это уже третья деревня, которая горит в Зубополянском районе Мордовии за последние сутки. Сейчас пока неизвестно, сколько сгорело домов. Есть ли погибшие, есть ли пострадавшие. Одно известно, что все силы направлены на то, чтобы потушить огонь и не дать распространение соседние села. Для этого организовано круглосуточное дежурство. На помощь едут водовозы из Саранска. Сегодня из Москвы прилетит еще один самолет, на борту которого 200 тонн воды. Огонь не отступает. Первый заход практически не принес результатов. Самолет, оказывается, уже один сброс воды сделал, 60 тонн. Но из-за большого задымления, большой площадью задымления, он не может сориентироваться. Что касается помощи погорельцам, то местные власти обещают пока переселить их в специальное жилье и организовать питание. Многих, особенно пожилых, забрали родственники, других эвакуировали. Это десятки человек, среди которых маленькие дети. Ночевать им пришлось этой ночью у реки. Там, говорят, безопасно. Еще одна беда. Огонь вновь охватил заповедник Смедовича. Это уже Темниковский район Мордовии. Площадь пожара неизвестна. Но то, что он верховой, страшнее всего, говорят спасатели. Судя по всему, пожарным предстоит еще не одни тревожные сутки. Синоптикам порадовать их нечем. В ближайшую неделю без осадков и до 38 градусов жары. Юлия Литвинова, Сергей Найдин, Вести Мордовия.